Наташа, а сколько квартир у нас, ты знаешь, примерно, зависит? На год. На год. А кто может дать такую справку? А кто может такую справку дать? Я могу сейчас подобрать, но не попробую, по-какому ничего. Делаем, потому что кто-нибудь еще не едет. Хорошо, поехали, давай. Здесь есть Ваши предложения, рекомендации. Кто-то инициировал то, что Вам необходим компьютер в департаменте кредитном где-то установить для того, чтобы корректировать какие-то договора за уроком кредитов и так далее. Значит, здесь вот ответы всех директоров, которые высказываются за, кто-то высказывается против. Значит, я уже с Ирами Ирановичем говорил по телефону. Значит, вот в моем личном мнении, что мы не должны делать Вам ставить такой компьютер, и чтобы Вы там работали на нем. Значит, есть документы... Валерий Иванович, Абиланов, вместе... Не, ну Вы скажите аргументы против. Аргументы против я сейчас говорю. Значит, первое, то, что директора отделений будут превращаться в секретарей. Они будут сидеть там и что-то набирать, вместо того, чтобы получить что-то важное. Вот, второе. А? Давайте поставим нам секретаря. Аккульеру. Вот. Аккульеру. А у Вас нет курьера? Нет, я приехал. Боже, закон же человек, что Вы там еще делаете? А почему директор отделений... Так, ладно, поехали все против, потом мы выскажемся как оппонент. Значит, это первое. Второе, это вопросы безопасности, перевозки всех этих договоров, кто будет в компьютере делать, что будет делать, и кто будет отвечать за состояние этого компьютера. Кто там что-то написал, кто его поломал, почему он зависит, так далее. Можно я тогда... Обожди, пусть он скажет все. Значит, по аналогии... Нет, я хочу еще сказать, как это сделано. Вот у нас, мы, кроме того, мы ставим очень неравные, скажем, условия отделения, допустим, Криворожского филиала, там где-то неизвестно где, в Мудракане, где рассматривается кредит, и кредиты директоров отделений города Киева. Там создан отдел, значит, который выготавливает эти все протоколы, выготавливает и готовит документы. Значит, я считаю, что можно создать этого человека здесь, который будет заниматься вот только этих ваших договоров, и будет отвечать за это. Так, кто хочет высказаться по каждому аргументу? Первый аргумент о том, что директора филиала превращаются... А в чем суть проблемы вообще? Суть проблемы в том, что по нынешнему приказу, приказу номер 64, от 6 февраля, определено, что сотрудник, директор отделения должен приехать, сам подготовить протокол, проект протокола кредитного комитета. Там не написано, что он должен приехать? Подготовить, подготовить. Проект кредитного протокола, проект договора заблока, проект кредитного договора, да, и здесь это все рассматривается. После того, когда... А они хотят что? Чтобы они приехали сюда и здесь их готовить, да? Нет, нет, нет. Исправляли. После того, как здесь будет изменение, то ли Рена Реноргана, то ли еще какой-нибудь... А как же вы будете изменять? Там нужен Павел этот... Да, то есть они говорят, что новую диссерпету, диссерпету... А как ты считаешь Ренорган? Значит, я сейчас объясню, в чем причина. Дело в том, что... Ну, когда мы разговаривали с Игорем Валерьевичем, Игорь Валерьевич считает, что директора отделения не должны превращаться в верка. Да. Я объясняю другую причину. Поскольку реального кредитного комитета у нас нету, ну, реального, который заседает, и тот, кто докладывает. Протокол кредитного комитета, и это ваше требование, и оно правильно, составляется так, как будто бы, как человек, который полностью докладывает по кредиту, должен доложить, вот как бы он докладывал на кредитном комитете. И именно в таком виде, вот типа сочинения, это дословно ваше слово, и так оно и есть. Сколько существует кредитная история, с кем мы встречались, с чем занимается, все. Значит, поэтому это должен делать, естественно, тот, кто бы докладывал. Докладывали вы, поэтому поручить вы это клетку своему не можете. Если кредит готовите вы, и об этом постоянно говорит Денис Михайлович, и я уже это говорю, что уже многие директора действительно не кредитный департамент готовит и выдаёт кредиты, а действительно многие уже реально выдают директора одни. И они так делают протоколы кредитного комитета. Они рихтуются. Получают, да, теперь договор залога и кредитный договор. В типовые наши бланки взбиваются реквизиты и особые условия, которые дополняются в кредитном договоре. Необходимая сумма поступлений, зарплатный и карточный проект, какие-либо другие данные. Поскольку над кредитом от начала до конца работает директор отделения с рихтовками головного банка, он это всё готовит. Получается, что директора отделения это готовят на отделение, приезжают сюда. Когда я смотрю протокол, я что-то там меняю, цифры, это. Они должны взять этот протокол на двух страницах, ехать назад в отделение и исправлять уже в своём, как бы, ну, комплексном. Да, потому что или надо ему садиться и по-новому его набирать, чтобы много времени. Не, ну они файл могут взять сумочком. Они уделят, веронные почты перескали. Да, как бы. Да, у нас же нет, у нас же нет, у нас же не встречается с опытом. У нас же ничего не происходит. У нас же есть электронные почты. Ну мы отдельный компьютер. Мы поставим отдельный компьютер, отключим его от сети. Мы его файл. Так ставить его или нет? Да. А Ираич говорит, не надо. Ну это только один игровой америки. Не только я. Так. Кто за то, что вы поставите? Какие есть идеи? Как только быстренько доложить, чтобы Игорь Ильич сам сказал? Ну идеи должны, прежде всего, говорить тем, кто выдаёт кредиты. А дилетанты, которые не выдали ни одному кредиту, не могут. Поехали. Поехали. Теоретически правильно. Пришёл, она ему исправила, взял, сдал и уехал дальше работать. Ничего не понял. Ну, мы предлагаем человеку вас. Человек, который будет здесь. Да, вы шутите. Что человек по вашим там корлючкам будет водить. Ну будет 10 директоров сидеть и ждать. Нет, компьютер нам поставить 3 компьютера. Приемлемый нам человек. Компьютер нам нужен, и всё. Мы с вами разберёмся. На самом деле больше чем достать. А что делать лучше? Поставить 10 компьютеров или посадить какого-то человека, который будет... Не то и не другое. А как же? Сейчас я объясню. Значит, раньше так и было, что, например, Таня Антипова, она с одним протоколом раз 10 ездила отсюда на банковку. Да, номер весь внешний раз ездит. Да. Я не знаю, что ниже другого выхода. Ну, в рамочке идёт. Вот, потом мы уже стали. Сотрудники Головного банка занимаются... Киренок, говори, что делай. Значит, сейчас уступают место, жалея директору отделения, уступают место в свои сотрудники. И в это время не путать, не работайте. Говори, что делай. Ну, надо поставить один компьютер. Да. Сделать одно рабочее место. А раз в очереди стоять компьютеру, каждый со своим паром. Да. Я и не знаю. Мы богатим, будем с этими кейсами, а сейчас компьютерами. Они будут носить диспетры. Я знаю, Билан, наверное, боится того, что эти диспеты... Нет, нет, стоп, не будет проблем. Мы поставим, отключим компьютер и просто... А кто это потеряет? Один заразит. А, скажите, раз. Дело в том, что один банк уже имеет опыт потери диспет, директорам это будет. Поэтому, если директор того, получает, потеряет кого-то диспет, то есть эти варианты, когда он теряет диспет... С кредитным делом, да. Да, это уже... Дело в том, что мы выгоним, да и все. Это банк подсказывает. Ну, тебе не надо. Ну, вообще, человеку сказали, сделай будет. А ну, тихо, тихо, тихо. Вам нужно поставить компьютер. Там компьютер будет включен в сеть. Они не смогут копировать на дискеты. У каждого будет свой ящичек. Перед тем, как ехать в банк, по электроночке сбросили на себя, на свой почтовый ящик электронную копию. Если надо, поправить... Класс. У меня уже... Генеал. Вене Михайлович, у меня уже... И сколько нужно таких компьютеров? А это зависит минимум от 3 часа директоров? Нет, а я задам сейчас вопрос. Давайте определимся, сколько сегодня директоров отделений, для того, чтобы не говорить теоретически, не фантазировать, сколько сегодня директоров отделений делали кредитные договора или протоколы, или что... Андрей, Денис, подождите, давайте, одновременно поднимите под уши руки, чтобы... Да, оно выведено. У меня давно ящик уже... Выбойте, вся информация, так, и никуда мы не едем. Она здесь хранится, а здесь остается. Я уже... Илья, где вы сегодня были? Еще вы поднимаете? Сегодня не делал. Да, пишите внимательно, а потом поднимайте руку, да. Раз, два, три, четыре. Пять человек. Ну и будет стоять в очереди. Нет, 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 нормально. А вы их тут вам равно. Нормально, два, три, четыре. Ну давай поставим два. Один компьютер. Один компьютер. Один, а в случае чего можно... Игорь, я не согласен. Игорь, я не согласен. Возвращай. Игорь, я не согласен. Возвращай. Почему? Я еще... По прямому руку обслуживаю... Стоп, стоп, стоп. Какие еще есть аргументы, кроме неравных условий? Хорошо. По-вашему рассуждаю, надо сделать так, как хуже. То есть, если прямой руку имеет хреновые условия, надо дать ей отделение. Да? Такие же. Ничего себе логика. Не выдерживает. Других нет? Система. Нет других выражений? Нет. Все. Значит, принимаем, составим компьютер. Закрыт вопрос. Два компьютера, ай? Два компьютера. Давай на подъеме. Для начала... Для начала... Кто? Для того, чтобы... Это нужно... Ну, а что мешает? Для начала... Для начала один, а потом сразу второй. Все. Выезжаете, спасибо. Огревой урок пусть страдает, для тех, кто пока не научится сам делать это. Да, спринтером обязательно с отдельным. Ну, это все господин Кузнецов. Он все знает. А почту чужую нельзя влезть? А почту чужую не амбелировали? Потому что украдет чужой кредитный договор и присвоит себе. А? Там ящики украдут. Ну, вы по этому поводу должны сделать какую-то служебку, да? Когда это будет открыто? Это будет инструкция. Когда это будет открыто? Дело в том, что нам надо будет купить компьютер... Как это, чтобы мы не забыли? Как это записать? Запишите. Чтобы... Мое распоряжение и сроки ввода в действие этого компьютера. И инструкция. Чтобы вы мне напомнили. Так. Теперь у нас такие вот дела на сегодня. Значит, по поводу введения валютных счетов отдельно в отделениях, да? Есть мнение о том, что недостаточно квалификации на отделениях и только Старокеевская и Минская осуществляют самостоятельно валютные проводки. Надо... Надо... А это по тому или переходить на... Кто еще хочет самостоятельно заниматься валютными операциями? Я думала, что я так буду делать. Да, хорошо. Значит, никто не хочет. Ну, не надо. Потому что это такое дело. Ну да, потому что там валютный контроль. Так, 53 карточки, 10 компаний. Из Украины, по-моему, нет. Нет, уже не Украины нет. Одна Украина только. А так у нас какой-то банк-предшественник Велес. Я думаю, что Рудик не знает даже какие банки существуют. Нет, есть такой банк Велес, но был. Был, было бы, на самом деле. Старокеевский. И два из старокеевских. Это, наверное, украла их Таня из старокеевских. Нет? Нет. Это сам ПРОП и УМЭКС, УНИМЭКС, экспоимпортная компания. Это у кого? У меня из Украины. Включаю, сегодня? Да. А если у меня экспоимпортная у меня? Да, это уже ты. Старокеевский будет страдать. 18 пенсионных счетов. На 141 тысячу гривен возрос депозитный портфель и на 440 тысячи долларов. Физиков это, да? Да. Это физики. 26 тысяч долларов заработали за неделю недороги. 27. 56. Ну, почти 27, да. Из них на обмене валют почти 8. На переводах в эстронию у него 8. Чеки 1,5. Рыб, колональщики 6,6 тысяч долларов, обмен ветхих купюр 859, наем сейфов 532, карточки обналичивания 1100, продажи монет, приняные билеты 7 долларов заработали. Так, за день сегодня, что-то мы стали мало зарабатывать. 171 тысячу, а? Лето, сезон. Не надо нам по летам. На оборот лучше. 11 тысяч долларов зарабатываем по валюте, 6 тысяч ливен в день разница, привлеченные и размещенные. 6 тысяч долларов заработали, 6 114 долларов заработал иностранный этот отдел. 56 платежей с 19-20 часов. А вообще есть 19-20 люди или нет? Есть у них. А? Нет. Нет, есть. Нет. У меня по 2-3 платежи есть. А у кого нет? Нет, через день, может, по-моему. Может, сделаем гривну за вход в 19-20? Да, сезон. А? Сезон. А что же они сволочи не ходят с 19-20? Сейчас лето, сейчас все сидят с 19-20. Хорошо, подождем. Не лето загуляет в город. Так, результаты за неделю. Тихо. Результаты за неделю работают. Институтское отделение, 6 счетов. Это, наверное, ты тащишь их со своего старого? Нет, там 4 новые. Там моих кучу открывают. Нет, да твои, как твои такие вопросы. Здравствуйте, я их всех туда посылаю. А чего ради? Теперь там Денис. Когда я с ними начала говорить, я говорила, что они будут там обслуживаться. Теперь они только туда и идут. Надо делиться с Денисом. Обслуживая. Не надо. Я их велитую и им ставлю условия, чтобы они только за мной. Так, Переяство-Хмельницкое, 5 счетов. Барышевка, 5. А чего они Переяство-Хмельницкое, столько много счетов? Есть пресс? Кто? Не шепчите. Ну громче. Троина уже закрыла. То есть вы к этому отношения не имеете? Просто... Ну, открылась киевская рука. Ну, и что? И теперь нам нас закрываться надо? Или что? Не закрываться. Барышевка, 5. Мы не будем бесплатно обслуживать. Можете даже на это не рассчитывать. Пока директор слабый, начинаются разговоры про бесплатное обслуживание. Когда он знает все возможности банка, то все платят в два раза больше, лишь бы у нас открыться. Центральная, 4. Лукьяновка, 3. Залезничная, 3. Молодец. Подольская, 3. Супер молодец. Потом 2. Ягатинская, Боярская, Борщеговская, Рейтерская. Рейтерская, где? Он в свадебном медовом месяце. А на долго он наехал? Понедельник, это не очень классно. Вот. И потом у нас поголовно все женятся. И я бы хотел предложить такой вариант свадьбы. А то я пришел на свадьбу. Я на свадьбу, если не будет наших сотрудников, никуда меня не приглашать. Никуда не пойду. Потому что я пришел, вся своя компания. Вот. Совершенно чужие люди. Ни одного директора. Ни одного директора отделения. Караул. Значит, если меня хотите приглашать, все директора отделения должны быть приглашены. Во-первых, подарки принесут. Во-вторых, я беру на себя расходы по приглашению. Ну, там, где директора отделения не зарабатывают денег. Я беру на себя расходы по приглашению. И подарки мне, наверное. Или нет? Ну, не мне, но банк. У меня за этот банк берет на себя расходы, и ему и подарки. Или директора отделения на себя расходы, и ему и подарки. Кстати, хорошая идея. Так, ребята, лучше не женитесь. Но никуда не пойду, если только не будет. А то я как дурак там сижу, вот, и смотрю. Думаю, что я туда попал. Нехорошо. Поэтому, или приглашать меня вместе со всеми, или нет. Прирост ресурсов 6 миллионов 284 тысяч гривен. Это очень хорошо. А всего у нас почти 40 миллионов гривен в ставках. Без 70 гривен. На отделение. На отделение. Это больше, чем... Нам, сколько предел. Треть банка. Это, я думаю, был бы рейтинг примерно 30-го банка. Банка Украины. 20-ку бы точно. 20-ку бы точно. 20-ку бы точно. Финансов и кредит. То есть наше отделение вставляет 210 из 230 банков. По остаткам гривен. Больше всех нарастили бабок на счетах гривни в залезничном отделении. Ну это, там, этот мой, этот самый, да. Вы там, они до сих пор держат деньги, или нет? А ситуация какая? Ну там, они, получается, 7 дней держали. Сейчас вот она позвонила, попросила. Ну это результат того, что они держали, все-таки, то, что вы уже говорили. Да. Ну только результат должен быть продлен в каком-то варианте. Вы с ней установили контакт? Конечно. Да. Это важно. Рейтерская, полтора лимона сразу. Во! И нет директора, и классного. Может вообще вкусняшка? А как он? А? Ну вот убрали никого, да? Есть тоже. У нас же нет директора сейчас, директора нет. Это же Шевченко. Он только неделю назад дилет. Он Шевченко. Ну вот, наверное, женился. О, как только мы пробку убрали из бутылки, там сразу порядок. В Шевченковском сейчас я вам скажу. Боярская, миллион триста, четыреста почти. Центральная, семьсот двадцать четыре. Минская, сто девяносто один. Мироновка, семьсот два. С кем я разговаривал сегодня? С главой администрации Мироновки или Макарова? Мироновки. Мироновки, да. Я с ним договорился, он там разрешит. Вот, депозиты, ну там всякое. Сейчас говорю, все. Кредитовали лучше всех. Дегтяревская, молодец. Это кто? Да. Восемьсот девяносто пять тысяч гривен. Панька, а кому это вы выделили? Нет, это что мы увеличили Макбеев. Было четыреста сорок, а мы дали Макбеевску и Николаевску. Что перешли, счет по тем, чтобы он исправил, закрытие счет, а она была. Так это никакого достижения нет, да? Почему? Есть. Четыреста сорок было выдано на прошлом, десять. Величивили Макбеевску. Да, Паньковская, восемьдесят тысяч долларов. Молодец, Таня. Кого это ты портретовала? Это у меня пабрика мороженого. Не шепчет. Пабрика мороженого, шестьдесят тысяч рублей есть. Как сидел там вот такой большой директор отделения. Я туда заехал, смотрю, ну тоска. Ни одного человека, и он сидит, пустой стол, и думает, когда я его выгоню оттуда. И... Крещатик Банк. Вот там его место. Он развивает сеть отделения. Представляете, какой он от уровня, да? Самый худший вообще директор отделения, да? Его взяли в банк Крещатик, чтобы он развивал сеть отделения. Я представляю, как будет сеть, он там разовьет. Коминтерно сказали, двадцать одна тысяча долларов. Во! А кто это вызвал? Андрей Чехович. Молодец. Андреевская, несмотря на то, что вы их там задушили без конденционеров, все равно они взяли. Андреевская, тринадцать тысяч долларов. Там надо выставить монеты. Монеты, да, я этим занимаюсь. Где директор? Чего нет монеты? Почему? Там есть монеты. И чего я за вас делаю предложение работать там допоздна? А там допоздна работают только выходные, но там тут люди были до одиннадцати часов. Плохо с фантазией, да? Вот чем я отличился от директора? Я прошелся по Андреевскому. И смотрю, там полно людей. Чего вы рассказываете сказки? Иностранцев особенно. Это же место, где везде торгуют. Директор отделения не хочет давать предложение, чтобы работать там, когда иностранцы все хотят что-то сделать. Менять там что-то. А я проехал, посмотрел, и я вас уверяю, что там будет такая тяга. Мы монеты сейчас выставим там, и никто кроме нас монетку продавать не имеет права. Иностранцы с удовольствием будут покупать и монеты украинские, и монеты царские, и всякую... Иностранцы любят деньги по карточкам. Да, и деньги по карточкам. А вы денег не хотите, я знаю. Почему? Они меняются часто и монеты покупают. Так вы считаете, что я неправильно выступаю? Ну, я не знаю, я тоже там была вечером в выходные. Да. Сказать, что там их много... То есть вы считаете, что мое решение нерациональное? Нет, я считаю, что надо попробовать. А чего же вы мне предложили попробовать? То есть я их не увидела, может быть, я была в другие выходные, когда их там не было. Значит, вот я вам так скажу, что через три месяца, давайте пусть нас рассудят, как раз запишите, когда мы выставим... Мы когда начинаем работать там до вечера? Приказы, где должны были... Да, вот с 11-го числа через три месяца подведем итог. Да? И вам придется делиться самой прибылью, потому что... Это я за вас придумал, а не вы. И посмотрите, какой будет результат. А до скольки, до 8 или до 11? А там по-разному. Так, остатки на счетах юридических лиц. На первое место с моей помощью вышел залезничное отделение. Ну, там 6 миллионов, да? Да, 6. То есть ваших там всего 882 тысячи. Там, получается, всего остатки должны быть, по-моему, если не ошибаюсь, порядка 8 миллионов. Там зарегистрировано 6 предприятия... Ну, все равно. Номер один. Залезничное отделение. 6 миллионов 882 тысячи гривен. На втором месте, а фактически на первом, Подол. 3 миллиона 257. На третьем почти 3 миллиона Бойерка. На четвертом Лукьяновка 2,7. Старокиевская вечно держит одно и то же 2,100. Левобережная. Это... А? Да, Левобережная. Это у вас, наверное, этот самый... Управление естится или нет? Нет, на таких стоят. У меня несколько таких стоят. 6, 6, 6, 4, 4. А где вы их берете, эти приятные? Ну, работал, письма раздылал. Переезжал, участвовал. Уходи, продумал, все вернули. Стоят, я отметил так... Ну, это кореша, наверное, ваши по жизни. Вы их переехали. Все, половину. Переехали вы. Так. Рейтерское отделение 1,6 миллиона. Мероновка 1,6 миллиона. И снизу. Ну, идут за миллион до Светошина. До молодожена. Он тоже уехал. Светошина. 800 тысяч институтское, совсем слабенькое отделение. Потом московское 746, Герои Днепра 6262. А тысячи... Снизу. Коминтерновское 0, Воздухофлотское 0. Так они же не работают. Все равно плохо. Белоцерковское 0. А че 0? Где он? А че ж приехали эти остальные? А часть смогли, просто очень поздно дали. Сообщение не скажем. Да, уж надо. Покровское 286 гривен. Андреевское 528 гривен. Броварское 23 тысячи. Троящина 59. Цирецкое 68. Аболонь 85. Воскресенка 116. Демеевское 116. Фастерское. Нету его здесь? 118. И я еще чуть-чуть потерплю и его там заменю. Потому что он так вроде шустро был. Но по-моему, он своим бизнесом занимается. Настало, чтобы заниматься банком. Виноградорское 157. Че-то у вас напало там? Ну, там подупала сезонность просто у компании. Дорогожильское 160. Совсем загибается после тебя, да? А кто там сейчас? Вы распугиваете там клиента? Или что? Нет, я считаю, сливаю. А чего? А часть клиентов, так я понимаю, что он в бизнесе на отделение, нет? Распугиваете. Там было много денег. В Велическое 175 тысяч молодец. Из Задрыпанного сделал. И перешел на повышение. Или не перешел? Национальный. А что-то у вас здесь нет пока. Арсенальная не работает еще? Нет. А когда будет разобраться? Я думаю, на данный момент там внутренние работы сделаны. Лесенство. Так и что вы тогда сидите там? Ну и остались будете... Нет, только сегодня перебить. Ну и когда там будет работать? Думаю, там все уже сделано. Ага. А чем будет? А. А кто на Черном? А? А на Черной Бельской? На Троечиной, вон. Кто? Это Троечиной на Троечиной, так что? Нет, на Бельческой, так что? А это Черного. Не, не, не. Не, не, не. Мы достойчиваем на области. А кто на... Какие идеи были кроме тебя? Почему тебя? Ты два дня как всего... Не, не, не. Я еще никого не утверждал. И кто это решает? Почему без меня это решается? А кто тебя утверждал? Куда я понимаю? Вы утверждали? С вашего, через отдел камеры. Не знаю. Приходит отдел камеры. Не слышал. Надо на какой-то тендер на этой самой. И плюс должен написать положительное заключение директора этого самого. А вы на каком? Я? Я на Девинском. Начальник? Да? Как там? Хорошо. А что хорошее? Сейчас много астербайтеров. И что они делают? Кроме астербайтера есть какие-то хорошие вещи? Юрлица работают. Кредиты. Кредита готовлю. Один уже выдал. А сколько юрлиц? 18. Что значит работает? Ну это те, кто до вас будет. А по новым? А по новым я шлю письма, встречаюсь. А базу где берете? А базу где беру? Часть Влад передал, а другую часть установлю я вам в компьютере. Программа есть? Программа, да. Я смотрю там по адресам, шлю письма и встречаюсь. Так. По валюте номер один по Долст, киевская. Третья центральная. Сколько у меня? Да, отопитель. 58 тысяч долларов. Привлеченные по физическим лицам национальной валюте. Первое место Столокеевская, потом Дарницкая. Ну, Столокеевская полтора миллиона, Дарницкая сто... Миллион сто восемьдесят девять, Минская девятьсот семнадцатый. Всего тринадцать миллионов четыреста семьдесят тысяч. За неделю плюс полмиллиона собрали. По валюте там мало, потому что надо и большая частота. А по валюте минус шестнадцать тысяч, а всего у нас три миллиона восемьсот семьдесят девять тысяч долларов под очень маленькие проценты. Номер один Столокеевская, Дарницкая, все же самые, Минская, Подольская. Надо рассчитывать рекламу, что они привлекают под тринадцать процентов годовых валют. Под восемь. Под тринадцать, для них... Да, для Дилайда, да. Для Дилайда, да. Тем не менее, там двадцать миллионов долларов. Дилайда, правильно? Двадцать миллионов миллионов. Мы можем так привлекать, но дело в том, что отвечать за это все равно, как бы... Я написал тогда, у нас очень слабый, у нас нет практически в департаменте ценных бумаг. И, конечно, такого рода проекты можно разрабатывать, но кончится он, конечно, плохо. Привлекать деньги под две тысячи кредитов, да? Они взяли, нашли человека, который договорился с администрацией... Выграл тендер. Выграл тендер. Кромов у него нет. Есть у него деньги? Нет. Есть, но я с ними месяц общался. Ну так и что, у него с Гариком, там, Карагодский Гарик. Они хозяева аквариума. Альфор, да. Вообще, тема великая. Мы могли бы среди своих клиентов... Кстати, сказали. Он мне говорит. Тише. Мы могли бы среди своих клиентов найти тех, у кого стабильный доход, да? И которые хотят кредитоваться. И можем под них выпустить ценные бумаги. Ну вот это чисто, по-моему, встречается. У вас же есть такие проекты. Мы с ним говорили об этом. Но это достаточно для... Нет, но банк как бы является посредником, он не берет на себя никакой ответственности. Да, но в итоге... В чем суд, я не могу понять? А? Мы продаем акции компании. Обликации. Обликации их за... Нет, мы никакой ответственности, так сказать, юридической... Мы не везем, но в итоге, если что, имидж на акции... Проценты зароснования. Мы комиссию берем от продажа. Смотрите, что начинает делать банк Астаптик. Это хорошая тема. За границей островные деньги находятся в инвестиционных фондах. То есть, при банке создается инвест в фонду. Это как бы дополнительная гарантия того, что это серьезно. После этого вы берете любой проект своего клиента, который хочет... У нас не может получить... Ну, ему нужны большие деньги. Мы оцениваем этот проект. И это уровень директора отделения. При этом фирма должна работать давно. Стабильно у нее повышается... Вот второго клиента приводила Татьяна Георгиевна. У нее все рестораны. И видно, что это крупный бизнесмен. И у него там тяга в ресторанах. И СССР его ресторан. Там, так сказать, целая плеяда. Мы смотрим, у него бизнес идет. А у него капиталоемкость его бизнеса сумасшедшая. Но поскольку мы уверены в том, что у него дело идет, а сами мы кредитовать бизнес не можем. Потому что мы не подлецы. Неизвестно, чего случится. Мы говорим ему... Старик, мы тебе кредит не дадим. Но, поскольку ты уважаемый, и если ты будешь через нас работать, мы можем инвестиционным фондом Правэкса принять в управление деньги под тебя под, например, под 10-12 процентов. И себе возьмем процент. Но когда мы продаем, элементарная делается эмиссия, его бумага. Но при этом это происходит в банке. И в банке директор отделения, и вы тогда... Ну, на самом деле, это очень серьезная программа. Вы между собой... Мы сейчас проанализируем 20 тысяч наших клиентов. Найдем перспективные программы. И портфель наш инвестиционный будет громадным. То есть, что получается? Это я сейчас рассуждаю. А дальше это тема отдельного разговора. У нас будет в портфеле... Что будем предлагать? Мы будем предлагать клиенту, как на западе. Один, два, три, четыре, сто, тысяча проектов. И мы говорим клиенту, который к нам приходит. Вот смотри. Поэтому 20 процентов. Потому что бизнес выдерживает 30. Мы таких найдем. Поэтому 10 процентов. Поэтому по ферме Рога и Копыта, ну, к примеру, да, 16 процентов. Но везде мы этому человеку говорим, что при этом это не банк, да? Мы всего лишь можем показать вам личное, ну, дело этого клиента. Но мы его должны расписать классно, да? Там должны быть графики убеждающие. Это как бы работа инвестиционного, ну, фонда. При этом мы говорим, купи себе чуть-чуть этого, 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 а в среднем выйди на цифру 12 процентов. Ну, если будет плохо вот здесь, например, да? Но в целом, если все выстрелить, то ты можешь выйти на цифру больше. И вы можете над таким... Запишите, кстати. Вы можете над этой проблемой поработать. То есть... Для этого нужно всего лишь найти клиента надежного, у которого бизнес капитала емкий, и его под бизнес не кредитует банк, вот, и поговорить с ним, хочешь ли ты, чтобы мы тебя ставили через банк на продажу, ну, твоих этих самых. Тогда мы ему говорим дальше, что подготовь красивый, там все в бумаге, отчет, да? Инвестиционный план, чтобы мы не были жуликами. Вот. На чем мы зарабатываем? На процент? На продажу. Еще на том, что эти деньги через нас живут. Они у нас лежат. Мало того, слушайте, я ничего этого не знаю, да? Я никогда не читал никаких бумаг по инвестиционным. И мне совещание даже больше нужно не для того, чтобы я что-то объяснил, да? Я просто развиваю мысль, она как бы течет, да? Дальше. Класс. Мы говорим клиенту, это не просто ты покупаешь акции рогов и копыт, да? Потому что тогда тебя никто не прикроет. А мы заключаем еще один договор уже с эмитентом бумаг и ставим его в раму. Говорит, старик, мы продаем твои бумаги, но дальше мы начинаем контролировать твой бизнес. Пришло, мы продали тебе на 5 миллионов долларов бумаг, да? Дулю с маком, ты от нас хоть копейку получишь, пока наш специалист Касымовна не придет и не посмотрит, что ты трубы уже провел, вот тебе еще 100 тысяч, а вот тебе еще 200. Поэтапно мы тебя финансируем и зажимаем его в рога, так, чтобы он не дернулся, да? А на этих деньгах мы зарабатываем проценты. Они же у нас в банке лежат, сумасшедшие. Из-за дарма. Во! До чего мы дошли в размышлениях. Класс! Я буду думать, это хорошая тема. Хорошая тема. Надра таким занимается, да? Вот они и начали это. И я вам скажу, что дураков найдется... Ну, проблема только в чем. Я думаю, что Надра, я видел, какие они, как и мы, в разные сектора пытаются прорваться. Но в некоторых случаях, я не верю, что это выстреливает. Ну, например, я видел, как они рассылают в Американ-экспресс всему городу почти предложение открыть. Но Американ-экспресс может быть только богатый человек. Таких в Киеве живет... Они не всему городу. Они базы поднимают, ГАИ поднимают базы. На крутых машинах ездит. Ну, много. Тур-агеста поднимают. Они всем подряд... Это не специальное рекламное агентство, которое продает от РИСА. Всем подряд, куда мы их суслать? Они там... По обводнице... По базе данных ГАИ. Ну, смотрите, поднимают базу... Ну, это я так, пример. База газа, база данных ГАИ, кто там крутые машины на полу... Слушайте, а где может быть по Киеву база данных по юридическим лицам крутым? У Калуницы есть. У какой организации? У Дениска. У Калуницы продаются диски? По логовой милиции. По логовой милиции. Да зачем? А еще у Калуницы, есть диски, на котором загружено сколько тысяч юридических? 50-50. То ставлю сколько своему улицу. На таможне можно посмотреть, что больше за тамар. Как можно верить, что там правильная информация? Мне тогда Мальчева там один диск. Курьера послал, там везде подтверждается все первые. Она в 2001 году. А сколько стоит это? 20 гривен. И сколько там юрлиф? Можно купить всю базу Украины. А что ж ты мне ее не отдал сразу? Есть журнал, который все-таки его сообщает. Я ее отдам. А что я для этого говорить должен? Или ты живешь только своим отделением? А банку это не надо? Отдай. Так нет, у него только по его улице. Нет, нет, у меня есть. Он просто выборку делает. Я в улицу выборку... Записать, обязать Дениса база, мне отвлекайтесь. дать мне эту дискетку. И если вам в голову придет какая-то идея, что за организация владеет информацией по какому-то сектору рынка, скажите на совещание, чтобы мы тут же побежали туда, поставили бутылку, чтобы они нам информационную базу сплавили. Кстати, базу по ГАИ я могу поднять, это интересно. По базе ГАИ и ты был бы умный, если ты хоть что-нибудь своей служебке мне послал. А что? Всякую дрянь пишешь, вместо того, чтобы написать про базу ГАИ. Машины на себя не регистрируют. Ну и не надо. И на себя тоже. На фирму не регистрируют. Регистрируют и на себя. Ну, то есть многие и на компании. Еще очень интересна база из УМС. Какие-то воркодисменты. Так. База налоговая, это очень интересная база. База налоговая, ну как тогда, зараза. Уже к нему. Не, возможно. Так, хорошо. Значит, мы как бы эту часть сегодня, скажи, что хочешь. Что я хочу сказать? Ну, не все знают, но на некоторых отделениях я в последнее время заезжала, была. Я понимаю, что охранники, которые стоят, они вам не подчиняются. Но старайтесь все-таки как-то с ними разговаривать и объяснять им, что они работают в крупном банке, что то, что вот они здесь находятся, это влияет на имидж банка. Потому что когда входишь, и он тебе таким это смотрит, на тебя говорит, шо, обменник? Я дополняю. Значит, обращайте, пожалуйста, внимание на тех людей, которые у вас работают. Даже несмотря на то, что они, как бы, ну, вам не подчиняются. А кто хочет в руководство безпекой пойти? Мы сейчас сделаем так, что охраной будем заниматься своих банков самостоятельно. Это правильно. А? Есть желающие стать директором предприятия? Генеральным менеджером? Безопасностью заниматься. Нет? Там столько денег. Да, это правильно. Да, это правильно. Потому что я, например, в Кристины, проезжая по институтскому отделению, стоит вот так вот, лоб здоровый, этот мент, вот, на входе в отделение. Ну, будет идти человек, он подумает, что он его, он его в жизни не пропустит. Их будет. Он не слушается полностью. Они не слушаются, все равно выходят. Только я проезжаю, они прячутся. Ну, да, но ваши милиционеры, ну, если он уже не слушается, пусть сидит все в будке. И все. Не слушается, пишите каждый день на него служебку. Мы его заменим. На новую. Мы будем писать. Ну, и такого же пришлют, еще, они все обнаружены. Это слово. Когда я на нашем самом отделении, у меня не пошла, в будке спал, положил автомат и спал. Да. Ну, пусть лучше спит, чем стоит на входе. Я бы не попросила, я бы не попросила, я бы не попросила на чай. Я бы не попросила на чай. Я сказала, что сейчас напишем жалобу. Они извинялись, что после этого все были смирные. Да. это если... Все время мы должны сразу реагировать. Чуть он, скотина, задремал, или это самое, или стал на входе, вот, или пьяный пришел, тут же нужна служебка. И не входите с ними, они нам никакого одолжения не делают. Мы платим 100 тысяч долларов на месяц... Да, какие столы? Сумасшедшие деньги платим негодяям этим за охрану. Будь сидит в будке и никаких проблем. Чуть высунул морду, сразу заявление в безопасность сюда, чтобы мы приняли к нему меры. Так, что... это они по телефону куда звонят? Или, видимо, Кто на вырежим? А у нас по телефону нельзя. Ну, взяли бы и узнали, что это за охрану. У них отправить тоже можно. Ну, то есть, у нас можно только узнать остаток по счету. Там отвечает... А у нас по лежат, что? Да, там... Там можно движение осуществлять по счету. Вы на телебанке, это... Я написал предложение, по этому, да? Ну, конечно, я этим урежу. А кто? Ну, ты тянешь, не даешь там бабки заработать. Я просто почему узнаю? Вот я вам писал предложение. Хорошо, хорошо. Что еще там было? Кром Инвестбанк начал выплату с Арбайтером. Да. И на... Куркмения требует украинный долг 281 миллион за газ. Они хотели его республировать на 12 лет. Куркмения категорически отказалась, упавшись на то, что Украина действует по правилам парижского клуба. Да. Она не хочет это признавать. Да. Президенты разговаривают. Я знаю, наверное, нормально. Что еще? Пока Трукмендуше взятку не дадут, он не успокоится. Что еще? 5% здесь. Таня, что ты хочешь по Униану добавить? По Униану я что-то добавлю. Было две заметки про правый банк. Одна о назначении Елены Бабишняка должности писателя. Какую Елену? Елена Аветовна. Елена Аветовна. И у меня есть предложение, если мы даем две заметки подряд, у нас пошли сразу две одинаковые справки. Это выглядит неужели. То есть надо отслеживать эти вещи. Но вы же должны были дать предложение каждой свою справку. Дело не в том, два подряд сообщения о правах в банке и две совершенно одинаковые справки. Ну, когда создан банк. Ну, да. А на Андреевском вы же теоретические лица вокруг, или нет? Нет, но сейчас по исследованиям, да. Они там просто... Ну, они заходят, бродят по отделению. Нет, письма мы рассылали. А так они даже нос не засунули. Леонид Михайлович, там не кафе, а никто. Ну, кафе практически нет, только по письму. Очень много фирм с иностранными инвестициями, которые обслуживаются в иностранных... Да ладно, там полно и наши. А что вы по кафе не пройдете, чтобы они... Ну, прошли. Прошли, вот. Сейчас уже провели работу. Там пока только одно кафе согласилось выручку, которую нам носили. А остальные? А у них все приниматели, Леонид Михайлович. Кафе, они... Они все на... Они все на... Там есть или нет, находится на бронде церкви. Ну, у нас уже конкретно на моем отделе. Так что там хватает, привет. Да, можно сюда перевезти? По судам, да? А вот скажите, интересно, если, допустим, идет, хочет купить что-то иностранец, а у него нет налички и есть карточка, мы можем предложить продавцам этой живописи, чтобы... А мы так, как бы мы так с ними говорили, они нам и направляют. И есть такие? Да. И отель нам направляют. Так иностранец, когда проходит, он же видит рекламу. Виза и мастеркад. В отелях установим. Там два отеля прямо рядом с нами. Они чуть-чуть поднятся, там будут рекламные стойки, вот эти, для аппетитиков, и там мы буклеты вставим. А может, эквайринг лучше туда выставить в отель? Ну, он не хочет, нет, там этот управляющий отель не хочет, ему проще, но там не так много клиентов. Дело не в этом, он просто не хочет терять свои деньги, он же на эквайринге потеряет 3,5%. Какие есть проблемы в Центральном банке? А кто коммерсандели читает? Кто-нибудь читает? Ну, коммерсан. Таня, еще кто-нибудь читает из вас? Два человека, руку поднимите. Никто больше не читает? А? А кто читает какую-то деловую прессу, кроме Униана? Этот деловая политика. Деловая стоит? Да, этот деловая, это политика, это если вы депутатом хотите стать, по-моему. А больше никто не читает деловой пресс? Ничего не добьете, если не будете читать деловой пресс? Ничего, абсолютно. Вот я вам хочу сказать, никакого шанса нет стать полноценным менеджером, если вы не читаете деловой пресс. Никакого шанса, Ни одного. Вообще ни одного. Я советую читать «Компаньон», очень хороший журнал. «Бизнес» мне не нравится, я не могу его читать, может кому-то нравится. Там очень информация... Но можно читать. «Коммерсант Дели», кто хочет стать бизнесменом, это СНГ-файнэшн Таймс. Я говорил, 150 миллионов долларов стоил пакет акций торгового дома газеты «Коммерсант Дели». Это одна из лучших мировых газет. Не будете читать, я не могу заставить стать великим, это только зависит от вас. Не будете читать деловой прессы, ничего не добьетесь. Вообще ничего. Вот так и будете в директорах отделений. Хоть это и важная должность, но у нас есть здесь намного важнее. А следующий уровень мы будем создавать региональное отделение. Вот у кого будут... Ну, сейчас у меня зреет такая концепция. Мы с СНГ-файнэшнами позакрываем филиалы, сделаем региональное отделение, ну, генеральную дирекцию. А и починим... Вот сейчас мы им сделаем конкуренцию, и в Киеве так и будет. Те отделения, которые будут работать лучше, мы подчиним им, увеличим штат, подчиним им, дадим право на валютные операции, подчиним им кустовые отделения, вот. А в конце концов в Киеве будет региональное, главное отделение, и с региональными и кустовыми будут делиться прибылью, ну, слабенькие директора этих самых отделений, да, которые сами не могут... Ну, это как бы мы проанализируем, чтобы этот... Ну, это будет обязательно. Над вами будет еще начальник, и тогда я буду встречаться только с выдающимися начальниками. Ну, что учить? Теми, кто будет читать «Коммерсант Дейли», вот, деловую прессу, вот, чтобы я с ними мог говорить, Елена Арестовна, на равной. А так, о чем говорить? Ясно. Какие претензии к Центральному банку? Ну, не претензии, а предложение. Там вот недавно у нас вышел приказ 438-й о обслуживании, выплате дивидендов, депозитов на карточки. Да. И там ситуация какая. Согласно этого приказу, там, пункт 4.2, мы, ну, не мы, а операционисты, высылают полностью все заявки, всю информацию о клиенте, который у нас делает депозит. По факсимильной связи сюда, в департамент пластиковых карточек. Кому на депозит? Директору отделения? Нет, депозит приносит нам человек, мы проценты будем получать на пластиковую карточку. Во! И вся информация, которую мы получаем от клиента, мы ее посылаем, чтобы открыть депозит, и, ну, и оформим пластиковую карточку. Департамент пластиковых карточек, по факсу, по факсимильной связи. Немедленно заявляем, не... Конфиденциально. Да, конечно. А вообще нужно нам какое-то... Это же обычное... Нет, это можно просто курьером, это же самое, как обычно. По факту это не... Нельзя по факту. Ну, Миталыч, такая же ситуация с открытием счета. До сих пор есть... Вы написали служеб? Вот собираюсь написать. Я написал... Да, ну, не собирались. Нет, я написал служеб по управлению персонального менеджмента, там они же проекты... Да нет, у нас никакого сейчас управления персонального менеджмента. Мне пишите, я персональный менеджмент. У меня на Дальницком отделении много пенсионеров. Да. Некоторые из них наотрез отказываются от карточки. Ну, ничего. Да. Могу ли я принимать у них деньги? Можете, а там же написано. Только по низкому проценту. По инструкции не было. Нет, по низкому, ну, по тому, как обычно. Хотят повышенный процент. Пусть открывают карточки. Да. Какие претензии к Центральному банку? Тут еще один такой вопрос. Ну, сугубо-технически я разговаривал с пластиком. Значит, если клиент платит проценты за кредит 10-го числа после 5-ти вечера, у него автоматически получается пенят. Потому что файл виден только следующим образом. Это... Давайте сначала. Хорошо. Какие претензии, что? Я хочу спросить к предыдущему вопросу, а как это, так что не принимать вклады, а с чего мы будем кредитовать? Почему не принимать вклады? Я сказал принимать. Это низкие проценты. Нет, у нас громадный процент. У нас процент 27-26, да? А если он пенсионную карточку открывает, 27. 27 или 27. Или 28. Они хочут купить по 26 за... Да. Какие претензии к Центральному банку? Нет, да? Тогда директора отделения свободны, а стажеры могут... А кто проходит практику? Поднимите руки в отделение. Заместителями, да? Все, да? Стажеры. Стажеры. Хорошо. Ну, вы какую-то... Вы звоните там в работу или просто сидите муклы? Не умножу. Конечно, мы помним. Конечно. Ну, что интересно, кто узнал? Я узнал, какими выдают и кредиты в нашем банке. Мы вчера выдаем два кредита за день. Кто еще сказал? Узнал... И это вопрос. Можно? Да. Почему по золоту, по продаже золота отменено разрешение? Раньше можно было в ВК пробить, кассовый чек и все. А сейчас надо заявку. Почему это так? А то что-нибудь интересное еще? Ну, вот насчет сегодня то, что решали. Мы сегодня ездили вместе в кредитный департамент. Там одну ошибку грамматическую сделали, и это ехать обратно. Вот насчет компьютера. Мы решили с компьютером. Да. В принципе. А то, что, может быть, отставить надо было эту лошаду? Нет, не нужно отставлять. Предложение есть. Это правильно, да. Мне кажется, нужно усилить контроль за валютной кастой. Да. В связи с чем? Да. Сдают ветхие купюры, все время ведется скид. Да. Там можно такое делать. Все, что угодно. Все, что мне присоединяется. Причем, наверное, меня, я вам хочу сказать, это очень важный вопрос. Ни одна сволочь за все время не обманывает. Вот никто на Украине не может похвастаться, что меня обвели вокруг пальцев. Я, ну, вычисляю, вот зашел ко мне сотрудник, да, я уже на лбу у него написано, да, что он может стырить. Вот. И вы должны смотреть, будете всегда внимательно, что мы не учли. Ведь наша задача какая? Чтобы все операции, которые мы делаем, ну, банки, они строго учитывались, и никаких больностей, ну, вот, директор отделения, да, здесь идеология другая, директор банка. Он вправе решать любой вопрос. Вот заходит клиент, да, ну, это мы только должны нормативно изложить. И у него, он крупный клиент, и у него 10 тысяч долларов, и они как-то смотрятся, ну, по ветхому, да. Можно поменять ему под процент. А хороший директор, поскольку мы с ним вот там 10 тысяч зарабатываем в месяц, можно сказать, знаешь, что старик. И он уже оформляет документы. А директор отделения должен иметь такую власть, что он может сказать ему, знаешь, что, ты хороший клиент, я тебе делаю подарок. Поменяйте ему бесплатно. Потому что есть заходят клиенты, даже у них чуть-чуть надорвано, а там почему-то кассиры не хотят их брать. Я об одном у меня думал. Ну, при чем? И правильно делают. Я о чем говорю? Какие они клиенты? Это Шандропа, закопится, и пусть их берут. По полной программе. Это я за это. Вы не понимаете, о чем я говорю. Разные вещи. Я вот, когда стажировался на СС, когда там где-то два сразу кредита выдавали, вот там был вот такой момент. Да. Пришел человек, а где-то, говорит, под мое ответственность взять все и все взять. О, тогда все время нужно, и никто не будет работать клерком. Я хорошо понимаю, о чем идет речь, да. Вот почему я не хочу, чтобы клерки были руководителями банка. Вот я сейчас покупаю... Я был на Кипре полтора года назад и видел там этот белотренажер, который меня полностью устроил в гостинице. Вот. С учетом моих больных ног. Вот. И мне он понравился. Я позвонил в гостиницу и узнал, какая компания их изготавливает. Звонил в Америку, ну поручил, чтобы нашли их по этому, по интернету. Дал задание, связались, дали мне русского парня Сидор Альцефера. Это их менеджер. С высокими полномочиями. Это одна, ну третья компания в мире по изготовлению эксклюзивных этих самых, да. Я ему говорю, старик, я хочу такой этот самый. А он говорит, мы их больше не выпускаем. Я говорю, хорошо, тогда я куплю, ну если у вас есть, ну уже пользованность. Я вам позвоню, неделю не звонит скотина. Через неделю я его снова выдергаю. Ой, извини, а такой я хитрый гад русский, вот, сидит в Нью-Йорке, вот. А это громадный аппарат, с ним там связаться через секретаря. Он, ему фирмы поручили, он очень высокооплачивал, ну поручили серьезную работу. Представлять, он представляет интересы десяти компаний, очень крупных, вот. Я ему говорю, ну хорошо, нет, да, он мне говорит, знаете, извините, и факт нашел. Ну нет, старых этих самых. Я ему говорю, хорошо, нет старых. Тогда придумайте что-нибудь. Неделю он там еще думает, вообще мне не отвечает. Я ему снова звоню. Говорю, ладно, нет старых, я заказываю новое. А мы не можем сделать новое. А я говорю, это только в сумасшедшем доме не могут сделать новое. Сейчас я напишу на тебя, твоим руководителям. Я плачу любые деньги. Я хочу этот самый. Звонит мне через три дня. Вы знаете, и за любые деньги нельзя. Три года назад мы сняли его с производства. И, ну, действительно, его сделать сложно. Я говорю, ты что? За любые деньги, даже у нас можно его сделать. Вот вам уровень менеджмента крупных компаний. Но сегодня сервис, например, в российских гостиницах, вот чем Украина имеет шанс и Россия, я вам рассказываю, тем, что у нас люди намного больше мотивированные. И мы не успели заработать деньги. У них там, плевал он на тысячу, две, десять, двадцать. Хотя жадные до денег они там куда нашим. Но, как бы, теоретически они там хотят. А чуть передрудиться никто не хочет. Я не хочу, чтобы наш директор, да, вот так себя вел. Нет вопроса, который, да, я хотел сказать, что в российских гостиницах, например, и в других местах, и ресторанах, куда американскому или такому... Нет в мире сервиса лучше, чем в России, чем в Москве. Ну, в России везде плохо. В Москве. Там, ну, вы не знаете, я знаю. Я в Украине в Москве не был. А Москва, Москва не Россия, Россия не Москва. А при чем Москва? Я говорю совсем о другом. Ну, я разумею. Да. Если разумеете, не надо меня перебивать. Потому что то, что вы знаете, это совсем не то, что я имею в виду. Вы видели там, что много и торговли, и всего. А я говорю о сервисе для таких людей, которые платят гроши. Да? Таких гостиниц в мире нет. В мире нет. Такой сервис. Что хочешь. Идешь, у тебя пуговица отпала. Он тебе тут же говорит, ну, о том, что дайте я вам, ну, окажу помощь. Причем это говорит менеджер, у которого зарплата тысяч пять долларов. Он увидел, что я выхожу из Кемпински, балчу в Кемпинске, из такая гостиница. Выхожу, и у меня отпала пуговица от пальто. Вот. И он тут же не подбирает, он с достоинством человеку. Он подходит и говорит, давайте я вам быстренько, ну, помогу. И тут же администратор отдал, и она мне начинает ее, ну, пришивать. Я говорю, слушайте, кто вас учил? Это школа. Вот Кемпинске это очень серьезная компания, которая эксплуатирует гостиницы через насаждение своего менеджера. Так вот, в мире, это новая для вас история, в мире делается как? Существует много компаний, которые вообще ничего не делают, кроме как воспитывают вот таких, как вы. Вот я сегодня, да, когда вас воспитают, если у меня это получится, у меня есть талант, да, ну, уже получается. Я все-таки знаю, что, я уверен в том, что я смогу тех, кого можно поднять, я подниму, да. А дальше есть специализированные и банки, и транснациональные компании по менеджменту гостиничному, ресторанному, которые не имеют ресторан, но они насаждают менеджмент. То есть, вот они набирают людей, обучают их по программам, вот мы сейчас к этому приступили, вот, уж другие будут смотреть меня только по телевизору, вот. А дальше они продают свой менеджмент. То есть, они вот, например, в гостиницах говорят так, в Хилтоне, да, у них есть определенные правила. Хилтон должен иметь только очень большой холм, не меньше там полторы тысячи метров. В Кимпинском этого нет. Ну, там другой прикол, это уровень пятизвездочек. Они говорят, ты строй черновецкие гостиницы за свои бабки, нам отдавай 25 или 30 процентов дохода наших, но ты забыл обо всем. Но ты при этом должен выстроить только по нашим правилам. Ну, то есть, должен быть определенный уровень сантехники, там, этажей, номеров, кондиционирования, всего. И забыл. Дальше приезжает их бригада захвата, состоящая из пяти человек, не больше. Но очень высокоплачиваемых менеджеров. И они тут же насаждают систему стандарта Кимпинский, да, или Хилтона. Все. А я только получаю от этого, ну, свои, как бы, дивиденды. Так вот, когда мы размножимся отделениями, пройдет несколько лет, лучших из вас банк сможет продать. И мы заключим контракт. Это я уже совсем на другую тему говорю. По которому вам миллион и банку миллион. Ну, не мне. То есть, мы отдаем лучшего, ну, например, какой-нибудь новый, этот, там, Симекс-банк с громадными, ну, образуется, да, и они говорят, дайте нам менеджера, и мы готовы вам дать в уставном капитале акции, платить вам единоразово, и плюс мы будем условия контракта требовать. Не меньше миллионов долларов за нашего менеджера, ему зарплату. Нам миллион разово, а ему миллион в год. Зачем конкурент подкреплять? Даже наш конкурент? А, ведь... Может, лучше на предприятии... На самом деле... Потом мы его и начали. На самом деле... На самом деле... Ну, если это какой-то специфический банк, работа в определенной отрасли, тогда можно, а если это у него самый банк? Это наш конкурент? Ну, вот смотрите, ну, какой конкурент? Сегодня у нас крадут документы, которые я писал ночами и днями, вот, и наши коллеги, и уходят наши люди некоторые, бездарные совершенно, ну, там, мы постоянно, большая, и у нас очень строгие, суровые правила, и остаются только те в менеджерском составе, из-под кого земля горит. Но дело в том, что мы вне конкуренции до тех пор будем, да? Пока мы в состоянии все время расти. В бизнесе никогда не бывает... Не хочу рисовать, потому что она на меня не упала. Вот, чтобы, это просто, чтобы вы, как бы, узнали о том, что в бизнесе, да, как в любви и в дружбе никогда не бывает вот так. А бывает или вот так, ну, я бы искренне, да, вот сюда идем. Ну, или вот так, вот. Или вот так, да? Потому что, как только система перестает совершенствоваться, она начинает загибаться. Поэтому мы всего лишь продадим, когда выдающегося, например, вот менеджера за лимон, который он вот будет получать, гарантированно, и себе возьмем, еще акции мы возьмем. Мы всего лишь продадим вот этот отрезок, а дальше мы его ни хрена учить не будем. А сами мы идем вперед. Я все время вас собираю, мы все время вырабатываем новые идеи. У нас вот, я рассказывал, недавно пришел устраиваться человек в общий отдел, который был когда-то директором общего отдела, потому что он уволился, поработал где-то в рогах и копытах. Ему там, им же еще обещали зарплаты больше, но ни хрена не платит. И я его, он говорит, я хочу снова. Узнал, что у нас уволился, там, ушел в администрацию президента начальник, говорит, я буду с вами на работу. Я сначала думаю, ну, он хороший был работник, я говорю, думаю, брать его. А потом думаю, спрашиваю, когда вы не работали, с какого времени? Мне казалось, что вечность уже, я его не видел. А он говорит, с 31 октября. А я как-то немножко так в голове у меня прошло, что за это время произошло. Идем, а я. Да мы сто приказов, совершенствующих наше дело производства, выпустили. У нас появилась номенкулатура отдела, которой он даже представленный не имеет. Компьютерные программы по базе данных, ну, там, многих. Совершенно другой учет, совершенно другой отчет. Все изменилось. О, при том, что я гарантирую, что я бы сейчас позвонил бы в какой-нибудь банк, я бы его, он сам просто, ну, такой человек, морально, ну, он себя не может представить. Да я в любой банк продал бы его тысячи за полторы доллара, потому что он лучше других банков. Но в нашем банке, он уже ноль. Мы шли вперед. Во как. Это по поводу совсем разного, да? С одного на другое, на третье. Ну, это как бы рассуждая о том... Да, но самое главное, да? Что я не допущу, чтобы наш менеджер вел себя так, как ведет себя выдающийся американский менеджер Сидар Альцифер. Да? Такой хитрозад, извините за выражение. С ним разговариваешь, я же вижу, он такой волчара, он набитый этот самый сто слов в минуту, и такой хитрый все ускользает. Я все-таки у него купюр. Потому что никуда ему от меня, как бы, не деться. Но проблема-то в чем? Его жилководство-то не знает о том, что он сидит, и он проблема для компании. Как только вы стали проком бутылки, да, и сами не решаете, и боитесь инициировать вопрос, она. Уже наше отделение воспринимает в целом как банк. И в этом регионе люди друг другу передают, что это не банк, а шарашки на конторах, а директор со мной. Во, кошмар. Поэтому директор должен все время делать вип-клиентам разные жесты, и у него должны быть полномочия. И по этому поводу мы должны написать много очень важных инструкций. Но, ваши клерки ничего не должны решать. И если вы не в состоянии увидеть, где банк еще может зарабатывать, я вам рассказывал на примере, что им все время звонят операционисты, мы спрашивают, сколько денег на счету. А когда праздники, им цветочки и конфетки. Мы делаем, что нахрена нам эти цветочки и конфетки? Мы лучше сами ей купим цветочки и конфетки. На самом деле банк из-за этого теряет сумасшедшие деньги. Потому что эта услуга должна быть платной. Ну, как справочник. А? Как справочник. Кто еще чем у него интересного научился? Я ездил в квартиру, и ездил в квартиру, и писал, кроме вот таки ад писать про оценку. То есть у вас квартира, какие у нее достоинства, какие плюсы, какие минусы, вот на полу. Вот так мне интересно, как мне сдалось. А что интересного у вас удалось? Ну, вот опис квартиры, который он мает. А что интересного у вас удалось? Мне просто понравилось, как пишут. Нет, просто понравился сам процесс, пойти, поехать, посмотреть квартиру, послушать, как тебя нагружают, что классно квартира в нем. Вывод какой-то из этого? Дело какой-то? Чему вы научились? Что нужно фильтровать то, что тебе говорят. Нет, нет, что конкретное нужно сказать. Что вы, за что зацепиться можно? С брокером не надо иметь контакт, потому что у них много клиентов, которые будут брать у нас кредиты. Ну, по факту, я уже так попалю, ничего не получаю. По рекламе. А еще про говорили, Николай, что на первичном рынке жилья не у нас... Что еще интересного вы в отделениях увидели? Я хотел подавать насчет контроля за валютными кассами. Дело в том, что в Унианте проскочила заметка о том, что пропали дорожные чеки American Express на 100 тысяч. Да. Там в серии есть. Да. А в Донецком филиале Банка Украины 4,5 миллиона долларов взяла, главный бухгалтер, сумку хозяйственную, погрузила и ушла. И до сих пор еще. Да. О, чудеса. Дмитрий Михайлович, у меня было запитание. Вы рассказали о пенсионерах военных, что сейчас решится за вопрос. Да, уже решилось. А как военные? Вот про военных пенсионерах. Нет, я имею на увазе сейчас строковые службы, те, что служат. У меня Министерство обороны против отделения. Ну, это же одно и то же. Да. Вот это проблема, я решила. Судом, но все решения не дошло. Вот я интересно, что заметил на Андреевском отделении, как раз о котором говорили. Понимаете, в чем там еще есть... А вы там работаете... Стажирующие. Очень много заходит клиентов, желающих обменять крупные купюры. Достаточно хватает за день. И представляете, и так набирается их, ну, по крайней мере, десятка-два. Поскольку бывает иностранцы, но меняли... А мы меняем? Меняем. Меняем. Вот, смотрите, но меняем бесплатно. Понимаете? А люди идут. Им надо матрешку, кому-то матрешку надо клиенту купить вот тут вот рядом с банком. А мы не должны менять бесплатно. Вот, что я предлагаю. Но небольшой процент, поскольку отбивать людей тоже нельзя. На английском отделении. Да инструкция, по-моему, есть. Берутся за тарифы, определенные. Не берет деньги за обмен. Вот все. Не берет. Не берет за размен. Не берет. Стоп. За размен. Не берет деньги за размен. Она должна брать. Вот мы ей вырабляем. Не берет деньги за размен. Молодец. Можно еще? Если это подтвердится, это хорошо, что вы сказали. Можно брать не деньги за размена, а обязательно, допустим, 50 долларов, ну, им разменять и 50 конвертовать в гривну. Нет, 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 нет. Лучше брать 5 долларов. Мы должны, идеология такая, мы должны быть справедливыми, да, насколько это возможно. Чтобы, когда бы я не заключал контракт, и какую бы сделку я не делал, я всегда думаю о том, что подумает обо мне тот, кто, ну, со мной на полке, да. А только можно давать ему нагрузку монеты, там, ну, а можно картошки дать еще, там, рацион. Ну, нужно очень много нагрузок. Призов. Когда приходит в отделение клиент, приносит 10 тысяч долларов. Вот. Он говорит, денег нету, ну, то есть, он хочет купить 10 тысяч. Да. Гривна у него с собой, денег нету для продажи. Да. Он нашел и все. Караул. Караул. А что Андрей Ливанович, или у кого вы там? Да даже не заметили, как он нашел. А у кого вы были? Это на бельщинском отделении. Мы вдвоем были в это время в отделении, но работаем... Кассира выгнать, сволочек, сразу. Нет, не в этом дело, кассир новый, он как вообще... Нового выгнать и на нового заменителя на старого. Это очень важно. Нет, не надо менять. Вы что-то сделаете не так. Какую-нибудь инструкцию, что при увеличении какой-то суммы, ну, скажем так, с 5 тысяч долларов, чтобы обязательно кассир докладывал директору отделения 5 тысяч долларов? Нет. Тут понимаете, можно... Есть предел, да? Есть пределы администрирования. А так как можно писать инструкции, когда в туалет ходить, это не пригодится. Самое главное, чтобы директор отделения инициировал... Вот самое главное, что? Я не знаю, что там творится. И никогда не узнаю. Я не доеду до этих отделений. Ну, даже если я иногда проезжаю, даю по чухон там, да, то я не могу все увидеть. Поэтому все, что не укладывается, мы должны сделать, да. Мне важно что знать. Вот пришел человек и говорит, я хочу поменять какую-то карточку, там, мастер-клуб. Сразу должен возникнуть служебка и сказать, мы таких карточек не меняем. Но надо с этим клиентом поговорить. Что это за карточка, да? Насколько она распространена, да? Ну, какую-то информацию от него взять. И сразу написать мне бумагу о том, что у нас есть, ну, такая потребность. Потому что очень важно, чтобы мы все делали, да? И то, что кассир, кассир не... Он-то не виноват, кассир. Да, он не виноват, я кассир, в чем виноват? Директором не виноват. Ну, вы же, что надо его уволить. Я никогда в жизни ничего такого. Кассир для меня ничего не значит. Я не хочу, чтобы кассиры мне писали, ну, чтобы мне с ними разговаривать. Они служебку не напишут и слово не скажут. Просто нам над валютным обменником можно повесить табличку, в силе того, что лолковое... Да нет, просто директор отделения должен разговаривать с кассирами и говорить, слушай... Ну, уже поговорили. Да, это правильно. Садись. Что бы у тебя ни произошло, если ты что-то не сделал, и у тебя не хватает денег, ну, во-первых, вы там находитесь, и вы все это увидите, да? Или что-то еще, ты должна мне сразу сказать. Точно так же, как вы мне должны сказать. Если ты не скажешь, и кому-то откажешь, я тебя в тот же день выгоню. И все. Что бы не я его выгонял, а вы. Я до кассирования не даю. Бивай, я до кассирования. Вопрос ввести лекторе отделения. Ну, это проследить нельзя. Этого клиента проследить нельзя. Только она, он знает, и все. Да чепуха. В этом отделении, ну, раз не заметите, в другой раз заметите. Ну, и все время собирайте этот персонал. И как я с вами веду беседы, вам придется разговаривать со своими причинями. Понимаю. Ну, скажу. Вот еще вот какой случай был, вообще легальный. Стажировался в селедском отделении, заходят две женщины. Хотели взять кредит под, скажем так, под ним пишут. Да. Селедское отделение. Не киевское, а все такое. Вот. Мы, и мы объясним, что мы не можем надеть кредит, во-первых, там, полдома, во-вторых, там куча поручителей, все такое. В общем, сложная картина запутана. Все, право из банка им кредит не дает. Все они поручили. Горяческие. И выгодят? Нет, не выгодят. Ну, просто я случайно оказался там, что я видел их там и там. Танахи, а они будут ходить, пока они не покупают в данных. А что под что они хотят? Пол дома, в Буче, одна женщина-частный предприниматель. Там решите эту проблему для всего банка? Трудно сказать, как решить. Есть, базу просто завести. База данных. Вот, смотрите, мы должны, любой клиент пришел, что-то мы не решили, в базу его вогнали, и тут же оно сразу идет автоматом во всей системе. Дайте мне по этому поводу предложение. Вы по этому поводу не забудете? По этому поводу, тогда получается, что директор перед общением с клиентом должен проверять вас ударно. Это лишний шаг. Да, господи, что там проверять? Она назвалась, как ваша фамилия? Волково, да? Нажал на компьютер Волково, оказывается, уже прошла все это время. Волково, оказывается, что мы можем проверять. Да. Что еще? Второе с рекламой, да? Да. Давай. Элементарно, по карточке получаю чек в банкомате, ну, узнаю состояние счета, выходит чек, свободного места на нем море. Я уже служебку подготовил, но, как бы, сегодня только приказ был, но не нужно назначение. Вот, еще не основан. Там бесплатную рекламу можно делать, по новым услугам, по постоянным ставкам, по всему. Технически выполнимо, так как автомат, ну, банкомат набирает и слова, и... Вы мне должны все это оформить в виде стержанной выписки. Постараюсь. Все ваши предложения. Да, и внимательно просто читаю это, и... Как только вы мне их оформите, я вас тут же уложу директором. Да, сегодня оформите, сегодня... Леонид Михайлович, можешь добавить потом вопрос, о котором говорим? Кассир валютной кассы имеет право взять за обмен, если обменивается валюта, а то обмениваются крупные купюры, гривны. Гривны обмениваются. То есть... Это регламентированная инструкция? Не регламентированная. Так выговор, за что объявить кассиру? Выговор директору. Я предлагаю, как предложение, можно ввести небольшой тариф на обмен крупных купюр. О, на кассире, мне, по-разному. Не обмен на размест. 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 Есть проблема в этом. Проблема какая? Что купюры мелкие, гривны две, пять, десять, они не котируются. То есть банку выгоднее крупные купюры. То есть, тут надо смотреть, что с этой стороны. Если она меняет крупные на мелкие, может быть, это хорошо. А если она меняет мелкие на крупные, тогда это уже плохо. Прикольно, именно крупные. Это не крупные. Размест. На банке. На банке важны. На крупные купюры. Напишите мне, что вы за этом полуды. И вы. Не забудь, да? И вот благодаря вашему выступлению, ты будешь, мой сосед, директором отделения. Если напишешь мне грамотное... Директором там сложно. Грамотное издание. Подождите, что? Там очень много клиентов. Там вот, например, судья, как предпринимательская деятельность, или даже искательная. Они сами идут. Там только надо поставить конвейер и все. Там такой дурак сидел до этого, да? Из Донецка я его вытащил, из Грубанка. Караул. Там ни одного клиента нет. Ну, просто я сам там не справляюсь сейчас. То есть, мы с Сашей... Ну, вот теперь мы тебе дадим заместителя. Уже заместителя? Сразу заместителя? Ну, я не знаю. А что? Надо попробовать. Что? Мы попробовали это все сделать, чтобы два человека было в отделении, одно значит. Потому что отделка не справится. Заместитель нужна. Служерка мне нужна, да. Да, ну, только я так не решаю ничего, пока ты не напишешь. Как напишешь, я тебя назначу директором. Есть еще... Если я увижу, что ты пишешь без ошибок и рассуждаешь. Да. Есть предложение по поводу менеджмента. То есть, я в какие-то деления заходил, и где такого нет. Поставить, либо автомат, это чистая вода, либо там какие-то напитки. То есть, пришел клиент, жара на улице. Ну, и будет... Ну, и будете пить воду. Вам же не будут заходить. Банк идет в воду. А что не будет? Сегодня пенсионеры ко мне пришли, и у вас можно... Ну, так если пенсионеры... Неужели даже стаканчик платить? Да нет, ну, платные. Я все предлагаю. Предложение по поводу наружной рекламы. Когда я первый раз приехал в свое отделение, мне сказали, метро такое, это 16-этажный дом увидишь. Приезжаю, несколько 16-этажных домов вокруг площади стоит, какой из них правый сбан. Пришлось мне обойти по порядку все эти дома, пока я нашел правый сбан. Дело в том, что вот это вот название, стандартное, красное, оно было очень низко, на уровне первого этажа, закрыто деревьями. Если поднять его на уровне третьего этажа, или даже на крышу... Купать, ну не можем, по закону. Будет быть на любой точке площади. Низ уже служебка о том, чтобы улучшать все деревья. Ну, как ничего, братья. Я сейчас обчищаю. Заразная служба. Там проблемы с деревьей. Заблетят все. Деревья не обладают. Да, нельзя срезать. Деревья Ильич, у меня на Московском тоже такое. Я его чуть не прошел сам. Я шел по дороге. Ну, нанять этих там алкашей, пусть они вам ночью спилят. Проблем не будет? На устройство я попросил, дал десятка никого, чем спилят. И меня вот так бомб. Алташан, да, Теревч. Проблем не будет? Таких местах, кто там будет снять. У меня там не заправка. Нужно взять этого бомжа, чтобы здесь игре спилил. Это не проблема. Только вот как потом ответственность разделить? Ну, это же понятно, что наше интересное. А то где вам надо? У меня поснос, 12 деревьев и 2 кустика. Что с ними делать? Это будет кулиган. Ну, дрова ему надо будет гарантия. А каждое дерево я должна стоять 800 гривен поснос и выкачивать пень гривен. В районе вы можете это все согласовать здесь? Ну, вы согласуйте в районе снизапорского. Мы устанем елки. А мы же в море, 12 тысяч гривен. Главное теле делаем, а делим. Кормим. Лучше всего елки святые деревьев. Я устал. Что еще? Ты что, делите? Не-не-не, у меня ничего. Зайдете ко мне, пошушухаемся и решим. Присходит для программы и работаете. Хорошо, когда задели? Чего не работаете? Потому что в многих магазинах висят вывески, что, мол, клиентам. Профсбанка скидочки, а их просто не предоставляют. Не предоставляют, потому что они не требуют. А вы предоставляете? Мы вчера потребовали очень сильно, но он предоставлен. Конечно, потребовать и предоставлен. Я объясняю тем, что, мол, эта скидка заложена в самой уже цене товара. Нет, правда. Если клиент плох, ему это не так прокладываете, ну, далеко пойдете. У нас договор. Поднять договор и все дела.